Я закончила Московскую гостинственную академию хореографии и поступила в Большой театр, в труппы Большого театра три сезона назад. Тяжело, хорошо, приятно, больно. Все, в общем. У меня произошла травма. Большой палец с лодыжкой соединился, потому что я вот так крутилась и упала. Мам, ты только не переживай. Я упала. Все серьезно. Я просто должна, наверное, это сказать, я не знаю, потому что никому не рассказывала это. Мне сняли гипс, я, значит, возвращаться мне надо на работу, все. Я понимаю, что у меня дикая боль просто вот в этом месте, где вот ахилл, вот здесь. Дали врача, реабилитолога, очень хороший центр, но это стоит определенную сумму денег. И мне мама присылает такое сообщение. В этом сообщении как бы такая небольшая моя история. И, ну, как такая не просьба, ну, как бы финансово, типа, что вопрос помочь. Один замечательный, невероятный человек нас спросил, а сколько вам не хватает? Ну, мы сказали, эта сумма к нам пришла. Представляете? И вот после этого я, конечно, поняла, что вообще, ну, такое друзья. Ну, правда, ну, извините. Ну, просто для меня это очень много значит. Прошла реабилитацию, но все равно у меня боль как бы осталась, не прошла. Мы предложили съездить в Германию. И съездили врач, который Месси оперировал, футболиста. Он такой, говорит, надо делать операцию. Мама зарядала, я просто, а можно прям завтра? Я такая сижу, а завтра можно прооперироваться? Покажите мне, пожалуйста, мою ногу. Он разматывает, такая, боже, я просто такая, это моя нога, да я же не смогу танцевать. В этот же день я встала, ко мне пришла женщина, которая научила меня ходить на костылях. Эта история, она для меня была самой важной в жизни на данный момент. Настолько я себя вот так наоборот ощутила, что я хочу от жизни, чего я от себя хочу, чего я хочу от театра, от балета. Правда, действительно, считаю, что это моя профессия, что я выбрала именно то, что я хочу. Войти в коллектив Большого театра очень сложно. Ты пришел, ты молодой, красивый, талантливый, а таких там 256. Ты пришел сегодня, тебя не поставили, завтра пришел, тебя не поставили, месяц пришел, тебя не поставили. И расстраивалась, обижалась, плакала, но никогда руки не опускала. Пришла в балетное училище, все, поступила, первый класс. Нас выстроила, педагог спрашивает, а есть ли у вас у кого-то семья балетная, вы скажите. Ну вот вставай туда. Ну я встала, потом оказалось, что это самое худшее место, называется оно в балете под роялью. То есть это слева палка, здесь рояль, и ты стоишь, то есть видно тебя вот так вот за рояль, у тебя никто вообще ничего. Я вообще не поняла, думаю, что это такое. Никто не объяснял, никогда не говорил, что может быть так. Я всегда думала, что надо трудиться, надо работать. И через два месяца я стояла на среднем станке по центру и пять по классике. Нет, нет, вы что, да нет, ну какая молодец, нет, абсолютно нет. Когда артист балета себе внутри сказал, что он молодец, что все, карьера закончена. И самое худшее, что может с тобой произойти в жизни, одиночество. Когда ты один, когда ты никому не нужен. И потом, мне кажется, оно загоняет тебя в такие тупики, из которых нет выхода. Моя семья, это моя такая истина и подпитка. Она отвечает мне на все вопросы, которые я сдаю. Если нет своей семьи, да, то есть, которую ты сам не создал. Пусть даже там нет детей, не говорим про детей и все. То это страшно для меня, страшно. Мне надо все попробовать. Я не знаю, что это такое у меня. Может, это проблема. Понять немножко, что бывает там, с кем. Что бывает и с теми людьми, которые не занимаются твоей профессией. Вот так вот себя остановить. В чем-то сказать? Я вот не могу, я только артистка балета, я не буду. Все. Я так не могу, потому что я не знаю, что будет дальше. Посмотрю какое-нибудь кино про фигуристку, думаю, ой, я бы смогла стать фигуристкой. Все. Или там еще что-то. О, врачи, сериал про врачей. О, это мое. Балет — это другое. А вот когда ты используешь речь, когда ты живешь, и действительно это как жизнь для тебя. Это очень сложно быть актером, да? Вообще назваться актером — это, не знаю, как сказать, но это очень такое серьезное, если ты актер. Мне это интересно. Я очень хочу какую-то роль получить. Я хочу поиграть, сниматься. Больше, чем просто, наверное, быть каким-то образом. Да, то есть мне хочется какого-то героя у себя вот найти. Я прихожу, мне говорят, почему у вас ресницы накрашены в таком возрасте? Я не совсем маленькая, я уже взрослая, мне 20. Был кастинг на рекламу от Резалины Раши. Я его никогда не пила, вообще никогда. Я их, значит, снимаю это вот так вот крупным планом. Камера, и я выпиваю, у меня вот такие глаза, и мне этот режиссерка ищет, вы что, не пробовали ли это никогда? У вас такие эмоции неподдельные. Можно поспокойнее? Как быть счастливой? Как быть счастливой? А кто отвечал на этот вопрос точно, как быть счастливым человеком? Для меня самое главное счастье, что все мои родные люди и близкие рядом со мной. Это главное счастье. Что моя мама рядом со мной, что у нее все хорошо. И вот, конечно, честность перед самим собой, внутри себя, она, ну, как чистота, наверное, да. Я слышу, в принципе, и знаю практически все, что про меня говорят. Я мимо ушей это не проношу. То есть я бы от этого, естественно, ну, абстрагирующе стараюсь это как бы не принимать, но обдумать это я всегда обдумываю на всякий случай, чтобы спать спокойно. Спасибо. Спасибо.